Здесь у меня просто очевидная вещь, ну не сдавайтесь, не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу, не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей, поэтому бездействовать не надо. Вот уже несколько дней как не стал Алексея Навального. Для многих противников российской власти он был символом надежды на лучшие времена. Сегодня мы поговорим о том, как он стал этим символом и, пожалуй, главной угрозой для Кремля. Как от блога в живом журнале он дошел до статуса главного политзаключенного России. И почему его смерть вызвала такую реакцию во всем мире? У меня нет другой страны, мне некуда отступать. Нет другой страны, нет другой Москвы, нет другой семьи, нет другого народа, кроме вас. Итак, в пятницу мир потрясла новость о смерти Алексея Навального. Его фотографии были почти на всех обложках мировых изданий. О главном российском оппозиционере говорили политики со всего мира. Бывший президент Америки Барак Обама назвал Навального примером мужества. Алексей Навальный был бесстрашным борцом за свои убеждения, который умер не сломленным от рук тирании, который противостоял. Он сражался с коррупцией, вдохновлял миллионы и никогда не отступал от идей свободы слова, верховенства права и России, ответственной перед своим народом, а не диктатором. Он умер упорно, защищая свое видение лучшего будущего для своей страны. Это видение и пример мужества никогда не умрут. Бывший президент Америки Барак Обама. Высказался и нынешний президент США Джо Байден. Не заблуждайтесь. Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никто не должен обманываться ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине. Он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа. Президент США Джо Байден. Президент Франции Мануэль Макрон выразил соболезнования семье Навального и российскому народу. В сегодняшней России свободных духом отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству. Мои мысли обращены к его семье, близким и российскому народу. Президент Франции Эммануэль Макрон. Подробнее о первых реакциях на смерть Алексея Навального я рассказывал в другом видео у себя на канале. Но за словами последовали и акции памяти по всему миру. В Вашингтоне, Берлине, Париже, Амстердаме, Риге, Тбилиси и в десятках других городов люди несли цветы к российским посольствам в знак скорби по Навальному. Никто не знает, сколько сезонов или даже трех серий нам отпущено. Продлит ли небесный режиссер наш контракт на следующий сезон или нет? Но сколько нам достанется экранного времени? Давайте попробуем провести его достойно. Стихийные мемориалы появились и в России. Несмотря на угрозу задержаний, в различных городах люди возлагали цветы к памятникам жертвам политических репрессий. Они, он предатель нашей страны, предатель, Путин. Без людей делает холопов. Мы обтенем без сыновей, жены без мужей, дети без отцов. Ему не жалко, он сам не воюет. 140 миллионов. Неужели мы не можем встать и сказать, уходи отсюда? Полиция, как обычно, долго ждать не стала и почти сразу начала разгонять собравшихся. У стены скорби в центре Москвы силовики оцепили территорию. Мы хотим здесь стоять, мы будем здесь стоять. Улица не ваша, улица улча. Неизвестные люди разрушали мемориалы, выбрасывали цветы и фотографии. Почему вы убираете цветы? Зачем вы это делаете? Конкретный человек забирает все цветы сразу, вот так вот. Ты за Навального, да, топишь? Имею право... Имеешь право на что? Имею право сюда прийти и здесь снимать, здесь публичное. Чистит мемориал, зачищаю вот это. Все. Полиция говорит, извините, пройти туда нельзя. И там вот эти непонятные люди в гоподежде. Ну, это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. В течение нескольких дней в России задерживали тех, кто хотел проститься с Алексеем Навальным. Полицейские стали активно разгонять людей с площади, угрожая задержаниями. Просьба не оказывать неповиновения сотрудникам полиции. Свои, свои. Свои. А свои это кто? Документы показываете. А почему человек гражданский трогает мои вещи? Почему вы его не собираетесь задерживать? Самые массовые задержания были в Петербурге. В субботу, на следующий день после смерти Навального, в отдел полиции увезли даже священника, Григория Михнова-Войтенко, который хотел провести панихиду по Навальному. Из-за дела его пришлось увезти уже в реанимацию, потому что у священника случился инсульт. Здесь надо отметить, что это священник, который не подчинялся РПЦ. В Барнауле даже попытались задержать девушку из-за футболки с американским актером Стивом Карлом. Силовикам показалось, что это портрет Навального. По данным ОВД-Инфо, всего за первые дни на акциях скорби задержали более 400 человек. Это самые массовые задержания в России за долгое время. Смерть Алексея Навального действительно стала большим ударом по российскому гражданскому обществу. Для гражданского общества это принципиально отличающаяся субстанция от роста общества. Это событие гигантского масштаба, абсолютно катастрофического. Гражданское общество проявило себя в эти дни, в том числе тем, что люди смело несли цветы и свечи к местам памяти жертв политических репрессий, причем по всей стране. Оно тем самым себя обнаружило, во-первых. Во-вторых, как выяснилось, нести-то больше некуда. Теперь давайте вспомним, какой путь Алексей Навальный прошел за последние 24 года. Свою политическую карьеру он начал в 2000 году в партии «Яблоко». После прихода к власти Владимира Путина многие политики стали понимать, что единственной альтернативой Путина является демократическая партия. Именно демократическая. Собственно, так Навальный пришел в «Яблоко». Он был одним из важных людей в «Московском Яблоке». «Московское Яблоко» тогда возглавлял будущий председатель партии Сергей Митрохин. И Сергей Сергеевич был председателем Московского городского регионального отделения «Яблока». А Навальный спустя несколько лет стал руководителем аппарата «Московского Яблока». Собственно, Сергей Митрохин научил Алексея Навального уличной политике. Митингам, шествиям, демонстрациям. Они все эти годы работали вместе. При «Яблоке» Навальный основал комитет защиты москвичей, который боролся с незаконной застройкой в столице. Примерно в это же время Навальный создал молодежное движение «Демократическая альтернатива», где руководил проектами «Милиция с народом» и «Да! За свободу СМИ». Они проводили акции и митинги. Кажется, уже тогда молодой Навальный верил в силу уличного протеста. Воодушевить миллионы на активное участие в мирной антикриминальной революции – наша задача. Политик Алексей Навальный. Те, кто знал Навального, еще по «Яблоку» отмечали, что в нем всегда было много энергии, и ограничиваться только московской политикой он явно не планировал. И когда стало понятно, что после второго срока у Путина будет пересменка, и тогда тоже многих была иллюзия, что вот сейчас будет вот такой чуть ли не оттепель Дмитрий Анатольевич, Медведев, юрист, гуманитарий, свобода лучше, чем не свобода. И многим показалось, что это время дополнительных политических возможностей, что можно начинать свою собственную политическую биографию, что при Медведеве это получится. И тогда Алексей принял для себя решение пойти в самостоятельное политическое плавание и занялся созданием движения народа. Его политические амбиции и поиски возможностей сводили его с людьми самых разных взглядов. Сегодня даже сложно поверить, что Навальный мог, например, сотрудничать с писателем Захаром Прилепиным, который сейчас активно поддерживает войну. Вместе с политиком Сергеем Гуляевым Навальный и Прилепин создали движение «Народ». Его цель они сформулировали так – остановить процесс деградации русской цивилизации. Как утверждают в «Яблоке», за такие заигрывания с националистическими лозунгами Навального исключили из партии. Националист – это тот, кто не хочет, чтобы из слова «Россия» удалили русский корень. Мы имеем право быть русскими в России. И довольно быстро стало понятным, что у этого движения будет очевидный, заметный националистический запах. Именно националистический. Это привело к серьезнейшему конфликту Алексея Навального с «Яблоком», потому что для «Яблока» национализм неприемлем категорически. Алексей еще умудрился сходить на русский марш в Москве, что было, можно сказать, последней каплей. Русский марш – это такое шествие националистических движений, которые раньше проводились каждый год 4 ноября. По данным BBC, Навальный ходил на русские марши с 2007 года, а впервые пропустил шествие в 2012. Тогда он сослался на гриб, а окончательно отказался от участия в акциях год спустя. Участие в русском марше Навального не раз припоминали на разных этапах его политической карьеры. Но не все считают, что эти упреки справедливы. Он не ходил там ни зиги, ни кидал, ни какие-то лозунги там. Вообще, в принципе, он, на мой взгляд, был очень взвешенным человеком. И тогда, в том числе, когда мы создавали это движение, мне очень понравилась эта идея. Именно национально-демократическая такая парадигма. Ну, то есть, соединить демократию и, скажем так, приоритеты какие-то там, да, национального возрождения, национального освобождения, в общем-то. Оно не было русским, оно было, по сути, очень интернациональным даже по составу нашего совета и тех людей, которые принимали участие в создании народа. Это были совершенно разные люди, но там не было крайних националистов, ну, может быть, так скрытые, типа там Захара Прилепина, с которого потом поперло все это. Надо сказать, что движение «Народ» просуществовало всего год. Сам Навальный говорил, что на самом деле его исключили из «Яблока» из-за предложения отправить в отставку Григория Явлинского. Также Алексей говорил, что предлагал переизбрать 70% членов бюро партии. В общем, Алексей в то время еще только пытался найти свою линию в политике. Ему не всегда было интересно заниматься незаметной партийной работой. Для него было важнее иметь возможность находиться на публике, вести острые дебаты и участвовать в политических акциях. Я считаю, что партийный способ существования оппозиции себя изжил. Сейчас я чувствую себя большим субъектом политической жизни, чем раньше. Раньше мне приходилось посвящать кучу времени никому не нужным партийным ритуалам. Политик Алексей Навальный. Алексей, несмотря на опыт работы в «Московском Яблоке», в большой региональной организации, все-таки намного упрощенно, намного более упрощенно, чем нужно было, понимал суть партийного строительства. Это очень хлопотная, очень рутинная, бюрократическая, ежедневная работа, чтобы поддерживать функционирование политической партии. Эта работа во многом не публична. Навальный, он был ярким очень человеком и ярким харизматичным лидером. Такие люди обычно легко становятся шоуменами. Ну, в этом ничего плохого нет. Наоборот, это еще одна такая грань, еще одно такое проявление личности. Короче говоря, Алексей пытался сделать сложные политические темы такими понятными и интересными для большинства. То есть переупаковать эту нудную и скучную политику и сделать ее близкой к народу. Оппозиция тогда, это были Касьянов и Каспаров, которые меняли друг друга в президиумах каких-то кабинетов и в президиумах каких-то комитетов. Собрали, не знаю, 200-300-500 человек на митинги, иногда, может быть, тысячу. И они искренне верили, что если придумать какую-нибудь программу, получить под нее каких-нибудь денег и прочитать какую-нибудь яркую речь, то перед выборами какими-нибудь следующими все сложится само. И так вот они 10 лет, значит, к следующим выборам собирали какую-то новую коалицию, или квазикоалицию в каком-то новой форме. В итоге он нашел ту самую тему. Эта тема, через которую Навальный решил достучаться до масс, стала коррупция. Ведь с ней сталкиваются очень многие россияне. Вот эту простую связь между воровством властей и пустыми карманами людей Навальный и решил объяснить людям. В 2008 году он создает общественную организацию «Союз миноритарных акционеров» и начинает заниматься инвест-активизмом. Что это такое? Навальный придумал простую, но гениальную схему для разоблачения воровства в госкомпаниях. Он покупал акции, например, «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Газпромнефти» и на правах уже акционера, то есть он становился акционером, начинал требовать от нефтегазовых компаний отчитываться перед ним. То есть он, фактически, покупая акции, покупал себе возможность делать официальные запросы, все в рамках, естественно, закона, и перед ним, конечно, начали отчитываться, а он, в свою очередь, о своих открытиях стал писать в популярном тогда живом журнале. Одним из первых опубликованных расследований в ЖЖ стал его пост о друге Путина, Геннадии Тимченко. В блоге Навальный рассказал о том, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» экспортируют нефть через компанию «Гунвар», которая принадлежит Тимченко. Навальный требовал объяснить, почему нефть поставляют именно через Тимченко, которого СМИ называют близким другом Владимира Путина. Затем выходили другие расследования, которые наделали немало шума. Например, как пилят в «Газпроме», как пилят в «ВТБ» и как пилят в «Транснефти». Представляете, в то время Навальный и правда мог писать в органы и даже получить реакцию. Например, после его расследования о «Газпроме» возбудили уголовное дело по факту хищения средств. Правда, вскоре его закрыли. В своем посте в ЖЖА «ВТБ» он обвинил банк в отмывании денег при закупке оборудования. Чуть позже он опубликовал первое видео расследование по мотивам этого поста. В видео обыгрывались «Звездные войны». Сейчас я хочу рассказать историю о том, как я и другие акционеры провели собственное расследование одного-одной сделки банка «ВТБ», которая показывает, что проблема этого банка и убытки этого банка вовсе не из-за того, что на дворе мировой финансовый кризис. А, возможно, основные проблемы банка кроются в том, что в руководстве сидят машины. Всего за несколько дней ролик набрал более 70 тысяч просмотров. Да, если сравнивать с миллионами, которые набирали расследования ФБК, это кажется совсем небольшой цифрой. Но не стоит забывать, что тогда YouTube был далеко не так популярен, как сегодня. В общем, Навальный становился известным активистом и блогером. Немало людей узнали о нем тогда именно из живого журнала. Я думаю, что блог ЖЖ был, конечно, важной стартовой точкой для политической карьеры. Если так, можно сказать, Алексея. Собственно, это было в том числе и место, откуда я про него узнал. Новый этап антикоррупционной работы Алексея Навального начался в 2010 году, когда он создал отдельный проект для борьбы с злоупотреблениями в госзакупках. Распил. На его работу тогда Навальный объявил сбор пожертвований, что, кстати, тоже было большой редкостью для тех лет. Именно Алексей Навальный первым в России стал успешно использовать краудфандинг в политике. Сейчас деньги собирают и отдельные блогеры, и редакции, и политики. И сейчас никого не удивишь. Люди привыкли донатить на те проекты, на те идеи тем людям, которые им симпатичны. А тогда это было какое-то новое слово, когда Навальный обратился к людям с просьбой поддержать его проект. И в этом плане, конечно, Навальный был первопроходцем. Я не предполагал, если честно, что за сутки насобираем почти миллион рублей. Политик Алексей Навальный. Это скорее был анализ госзакупок, которые производили различные государственные ведомства, поскольку тогда еще была политика открытости, и все госзакупки необходимо было на определенном портале в интернете выкладывать. Их и сейчас так необходимо, но с тех пор Навальный, и не только он, многому научил власти. Они сейчас с той или иной степенью успешности закупки своей скрывают, кто не дураки. По некоторым данным, проект сохранил в бюджете России более 70 миллиардов рублей. В 2014 году благодаря распилу за мошенничество арестовали заместителя мэра Читы Вячеслава Шуляковского из-за его афер с квартирами детей-сирот. Именно из распила в 2011 году вырос уже известный вам фонд борьбы с коррупцией. Также появился еще один популярный проект, который назывался «Росяма». Алексей Навальный призвал людей фотографировать ямы и другие дефекты на дорогах и выкладывать фотографии на сайт проекта. После этого «Росяма» автоматически генерировала жалобу в ГАИ. Похожий сервис Навальный сделал и для отправки жалоб на работу коммунальных служб во всех регионах России. Навальный превратил борьбу с бездействием чиновников в интересный квест. А главное, он дал почувствовать людям, что они могут на что-то влиять. Мог каждый сообщить, где ямы не заделаны на дороге и какая-то проблема. И самое смешное, что такой же прямо сервис даже появился государственный. То есть они стали косплеить Навального, до такой степени это было, ну, такое воздействие производило. Новые проекты, которые Навальный генерировал с невероятной скоростью, делали его все более медийным и влиятельным политиком. Именно тогда, в 2011 году, он впервые публично назвал «Единую Россию» партией жуликов и воров. Эта фраза сразу стала мемом и сопровождала почти все позиционные митинги в России. Партия «Единая Россия» я отношусь очень плохо. И партия «Единая Россия» это партия коррупции, это партия жуликов и воров. Тогда же Навальный начал активно агитировать в своем блоге, голосовать на выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года за любую партию против «Единой России». Хотел отметить, что, например, Немцов с Яшиным тогда предлагали стратегию «нах-нах», то есть бойкот. А Навальный сказал «нет, мы используем выборы для того, чтобы не дать «Единой России» победить». Поэтому голосуй за любую партию, кроме партии жуликов и воров. И поскольку эта стратегия, в принципе, сработала, но он стал одним из самых ярких людей, особенно в интернете. Понятно, что он тогда был лидером уже российского интерната. На тех выборах единороссы набрали чуть менее 50% голосов. И это с учетом массовых фальсификаций, которые признали даже по СЕ и ОБСЕ. На выборах наблюдались всевозможные нарушения, карусели, когда одни и те же люди голосовали несколько раз. Вбросы бюллетеней. При почете голосов члены комиссии рисовали данные и мешали работе наблюдателей. Уже в 2018 году Европейский суд по правам человека оштабовал Россию на 38 тысяч евро за нарушения на тех выборах. Что, согласитесь, просто смешно. После объявления результатов люди по всей стране стали выходить на масштабные протесты. В Москве все началось с митинга на Чистопрудном бульваре на следующий день после выборов. В декабре 2011 года был митинг на Чистых прудах, на который Алексей призвал после того, как были фальсификации на выборах. Этот митинг собрал 5-8 тысяч человек в ночи, в понедельник, в ливень. И это был действительно первый какой-то коалиционный большой митинг. Политический, по крайней мере. За, ну не знаю, с разгона НТВ в начале нулевых за 10 лет. Я не понимаю, почему я пришел на свой избирательный участок, проголосовал. А потом какой-то урод встал рядом и сказал, ты проголосовал за единую Россию. А я говорю нет! В тот вечер Алексея Навального задержали. Это, кажется, было его первое административное задержание на акции протеста, и он получил 15 суток. Да, это был первый его арест за оппозиционную деятельность. И тогда это воспринималось, я хорошо помню, как все это происходило, тогда это воспринималось как нечто удивительное. Все знали, куда повезли сидеть Навального. Он находился в спецприемнике на Симферопольском бульваре. Журналисты дежурили там под окнами. Все начали интересоваться, какие условия содержания в спецприемнике. Можно ли передать книги, можно ли передать какую-то еду. Около спецприемника проходили какие-то пикеты. Группа Пусси Райт, тогда еще не запрещенная, даже устроила какой-то перформанс недалеко от спецприемника. В общем, движуха была тогда сумасшедшая. Для людей был шок, что можно так вот взять и на 15 суток кого-то посадить. Уже потом, понятно, сегодня вспоминая те времена, ты понимаешь, насколько они были травоядными, потому что 15 суток в спецприемнике кажется просто самое малое, что сегодня можно получить. Если ты за участие в митинге получаешь сегодня в России какие-то сутки, ты, наверное, очень рад. Спасибо, что не посадили. Спасибо, что через 15 суток я пойду домой. Но тогда еще раз это просто вызвало какой-то шок. Но массовых задержаний на митингах тогда еще не было. И многим казалось, что протестующие смогут добиться новых выборов и смены власти. Самыми массовыми стали акции 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова. По разным оценкам они собрали от 50 до 120 тысяч человек. Сейчас сложно это представить, но они были согласованы с мэрией Москвы. Опять же, вспоминая вот эту первую Болотную, Навальный, понятно, сидел в спецприемнике, он Болотную не видел. Никто тогда не подозревал, что столько людей может выйти на улицы Москвы. Если бы не следили за политикой того времени, я напомню, что все протестные акции, они обычно ограничивались какой-нибудь там Триумфальной площадью, на которую в лучшем случае выходило там несколько сотен человек. Вот Триумфальная по 31 числам, в честь 31-й статьи Конституции, которая гарантирует людям право на мирные митинги и протесты. Вот по 31 числам люди собирались на Манежной площади, чего там только не было, кто туда только не приходил. Но это оказалось вершиной вот такого российского московского протеста. Несколько сотен человек. И власть не боялась. И мне кажется, что эти вот согласования и акции, они как раз и были вызваны тем, что никто не думал, что столько людей может выйти на улицу. Ну, наверное, думали, ну выйдет тысяча человек. Ну, даже если две тысячи человек, ну, это капля в море, никто их не заметил, пройдут, покричат, разойдутся по домам. Но я хорошо помню тот день, когда люди вышли на Болотную. Нескончаемая просто река людей, которая текла по улицам, которая стекалась на Болотную. И можно посмотреть на фотографии, сделанные из дрона. Посмотреть на эту картинку. Это сейчас выглядит вау, потому что столько людей. А тогда это был первый действительно такой супермассовый митинг в новой России оппозиционной. Это было просто действительно что-то невероятное. Мы знаем, кто они. Маленькие трусливые шакалы. Я читал одну книжечку, Тонику. Вызывается Конституция Российской Федерации. И в ней четко указано, что единственным источником власти является народ Российской Федерации. Поэтому я не хочу слушать тех, кто говорит, что мы сейчас обращаемся к власти. Кто здесь власть? Мы и есть власть! Как-то со временем, ну, просто действительно стало понятно, наверное, довольно быстро, наверное, уже даже там ко второму митингу на Сахара, вот когда он вышел, впервые выступал на огромной сцене перед сотней тысяч человек, ну, что вот из, может быть, всех он там единственной соразмерной масштабу. И здесь, конечно, нужно помнить еще, что президентом в то время был Дмитрий Медведев. Он даже встречался с лидерами протестного движения и даже обсуждал с ними возможные политические реформы, потому что многие считали, что с ним можно будет договориться. Но уже в 2012 году случилась знаменитая рокировка, и на место Медведева вновь пришел Путин. Митинги продолжались. В протестном движении тех лет принимали участие Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов, Дмитрий Гудков, Ксения Собчак и много других известных вам людей. Чуть позже многие из них объединились в Координационный совет российской оппозиции. Его участников избирали на голосовании, и больше всего голосов получил именно Алексей Навальный. За него проголосовало почти 44 тысячи человек. На втором месте был писатель Дмитрий Быков. Но, пожалуй, российская оппозиция никогда не была так едина, как в то время. Одна из ключевых ролей была у Алексея. Во-первых, появилось новое поколение политиков тогда. Это началось все в том числе благодаря Алексею. Потому что именно он придумал идею с выборами в Координационный совет оппозиции. По большому счету, на этих выборах появились новые политики, новые имена. В принципе, наверное, и всерьез я начал заниматься политикой именно с 2011 года. Все, что было до этого, ну это так. Какие-то игры с политическими партиями, выборы. А вот настоящая борьба началась в 2011 году. 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Путина, в Москве прошел марш миллионов. Десятки тысяч людей вышли на протест против возвращения Путина и требовали досрочных выборов. Проведение митинга согласовали на Болотной площади. Но полиция не собиралась пускать туда протестующих. Алексей Навальный и Сергей Удальцов объявили перед полицейским оцеплением сидячую забастовку. Вставай, 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 говорится. Стой! Стой! Пустики провалили митинг! Провалили митинг! Ребята, почему? Здесь началась попытка прорыва. По нашей информации, полиция собирается завести уголовное дело, расценив вот это сидение как провокацию. Именно на этой акции Путин показал, как дальше в России будут поступать с протестующими. ОМОН действовал жестко. В ход пошли резиновые дубинки и слезоточивый газ. Мы здесь власть! 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 Ублюдки! 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 В итоге десятки человек были ранены. Около 500 задержаны. Свыше 30 стали фигурантами уголовных дел. Большая часть из них получила реальные сроки заключения. Мне кажется, что настроение было в разной точке разным. Оно было воодушевленным, оно было, может быть, даже каким-то таким слишком сахарным. И, наверное, мы все не понимали, насколько уже серьезная ситуация в стране, и насколько уже серьезная автократия. И насколько страшным будет ответ на эти митинги, на эту свободу, которую почувствовали люди. Российская власть всегда жесточайшим образом на любом уровне от Путина до последнего мента отвечала. Когда она чувствовала, то человек перед ней почувствовал себя свободным. Некоторые считают, что Алексея Навального тогда не стали арестовывать, потому что власти опасались новых массовых протестов. Они там сфабриковали, ну, Дальцова уголовное дело, потом было болотное дело. Навального они боялись тогда уже трогать, потому что, ну, слишком заметная фигура, и это может вызвать серьезные протесты. Все-таки тогда в Россию на 9 мая приезжали всякие международные лидеры, впереди была Олимпиада в Сочи, и Путин был заинтересован в том, чтобы сохранить лицо перед Западом. Он же Ходорковского выпустил перед Олимпиадой в Сочи. Потому что тогда еще власть пыталась выстроить хоть какие-то отношения с Западом. Ровно по этой причине они не закрывали их Москвы, Новую газету и так далее. Уголовное дело против Навального возбудили уже в мае 2012 года. Правда, связано оно было не с протестами. Навального решили обвинить в воровстве. Еще в 2009 году политик короткое время был советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Следствие решило, что на этой должности Навальный украл у предприятия Киров лес 16 миллионов рублей. Якобы он использовал свой административный ресурс для того, чтобы навязать предприятию невыгодные контракты. Возможно, Следственному комитету показалось это особенно ироничным обвинить в коррупции главного борца с коррупцией. Я думаю, что власти очень быстро распознали потенциал этого политика и поэтому завели вот это дело Киров лес. И поэтому началось его, по сути дела, преследование с тех самых пор. Обвинение было буквально высосано из пальцев. Вся роль Навального сводилась к тому, что он познакомил главу Киров леса со своим приятелем Петром Офицеровым, который занимался продажей древесины. В июле 2013 года Навального приговорили к пяти годам лишения свободы. Люди вышли на митинги в поддержку оппозиционера и через несколько месяцев наказание заменили на условное. Когда он возвращался после суда из Кирова в Москву, сотни человек встречали его на вокзале как героя. Навальный тогда поблагодарил собравшихся и сказал, что оказался на свободе только потому, что люди вышли за него на улицы. Спасибо вам всем большое! Поверьте мне, я очень четко понимаю, что если бы ни вы, ни я, ни офицеров, мы бы не стояли бы на этом месте в ближайшие пять лет. Вы разрушили и уничтожили главную привилегию, которую пытается взять себе Кремль. Его якобы право сказать любому человеку, взять под стражу здание суда. И после этого человек пропадал. Вы сделали так, что эти люди были отпущены на следующий день. Спасибо! Алексей действительно всегда мог найти нужные слова, чтобы люди поверили в свои силы. И в очередной раз он это доказал во время участия в мэрских выборах 2013 года. Даже удивительно, что его до них решили допустить. Это была разборка наверху, когда Володин решил испортить как бы выборы Собянина. Каким-то образом, видимо, он убедил Путина, что давайте выпустим Навального, он много все равно не наберет. Тем более тогда соц. опросы показывали его рейтинг стартовый, что-то в районе 6%. Или 4,5% дальше, не помню. Ну, совсем немного. И уже тогда власть контролировала бизнесменов, то есть бизнесмены боялись тогда финансировать уже оппозиционную политику. И они были уверены, что много Навальный не наберет, а Собянину нервы потрепет. Понятно, что он будет Собянина критиковать, разоблачать и так далее, и так далее. То есть Володин хотел ослабить Собянина, но при этом и продемонстрировать, что оппозиция ни на что не способна. Мало кто ожидал, что Навальный сможет набрать много голосов и проведет мощную предвыборную кампанию. Тогда он обещал москвичам установить контроль над бюджетом города и сделать его прозрачным и честным. Москве нужны полная прозрачность всех решений, подотчетность власти гражданам и победа над коррупцией. Именно благодаря этому удастся высвободить огромные ресурсы, которые позволят решить ключевые проблемы нашего города. Наши основные цели – построение честной и подотчетной москвичам и сменяемой городской власти, решение транспортных проблем, победа над произволом полиции, сокращение нелегальной миграции, достойный уровень жизни пенсионеров, доступность качественных услуг ЖКХ, создание благоприятной среды для развития бизнеса. Политик Алексей Навальный. По некоторым данным, с помощью пожертвований Навальному удалось собрать на свою компанию более 100 миллионов рублей. Мне трудно было представить себе, что тебе захочется отдать свои деньги непонятно за что, в общем, на тот момент. И это большое дело, превращение, я не знаю, как, то есть это какой-то, какой-то секрет. Это просто, ну, просто выйти и сказать, ребята, вот у меня есть такой план, мне на него нужны деньги. Я, это авторитет, это, конечно, авторитет, который ничем не перешибешь. Это такая вот сила убеждения, потому что веришь, потому что веришь в честность человека, что ему действительно нужны для дела, он именно на него их и потратит. Начнем с Москвы, изменим Россию. Вот приблизительно так строилась его программа, и всем было очевидно, что они имеют дело не столько с мэром Москвы, потенциальным, сколько с потенциальным будущим федеральным политиком. Те выборы принесли Навальному более 27% голосов, и чуть было не состоялся второй тур. Если бы состоялся второй тур, скорее всего, Навальный бы победил. Есть мнение, что мэрия Москвы задействовала свой ресурс, и были фальсификации, но на тех выборах фальсификации были точно не такими, какие они происходят в последнее время. И результат Навального в 27% тогда выглядел просто каким-то фантастическим, и это было очень круто. Те выборы, скажем так, не были сфальсифицированы тотально на 100%, но масштаб фальсификации существенно повлиял на результаты выборов, и, безусловно, они должны были бы быть признаны несостоявшимися после такой фальсификации. В общем-то, Навальный и отказался признавать результаты тех выборов. Мы должны ходить на митинги, как на работу, и к нашей оппозиционной деятельности нужно относиться как к работе. Это были, наверное, какие-то верные слова, но меня очень часто спрашивали, ну хорошо, а в чем заключается эта работа? Мы не понимаем, объясни. И сейчас вместе с вами я могу сказать, что мы знаем, в чем заключается работа. Мы делали эту работу на этих выборах, и мы победили. Каждый третий москвич оценил нашу работу, и каждый из третий москвич сказал, эти ребята работают отлично, и я их поддерживаю. Алексей, правда, методично учил людей выходить на улицы каждый раз, когда в стране происходила какая-то несправедливость. Есть мнение, что после мэрских выборов стало понятно, что Навальный хочет, а главное, может стать политиком федерального уровня. Соответственно, он показал, что он может как раз тогда впервые претендовать и на пост президента в потенциале. Соответственно, плюс он в состоянии организовать действительно большую общественную кампанию, чего ни один из лидеров оппозиции до этого организовывать не умел. Навального стали воспринимать как лидера оппозиции именно после выборов московского мэра. 27% это немало. Тогда они ошибались и это поняли. Они допустили его к выборам только потому и не посадили его еще тогда. Только потому, что полагали, что он наберет 2-3% и на первых порах Москва увидит, что его никто не поддерживает. Помимо сторонников Навального рос круг и тех, кто относился к нему скептически. Примерно с мэрских выборов вопрос, почему Навального до сих пор не убили, звучал вплоть до его отравления в 2020 году. Я не думаю, что это какой-то реальный оппозиционер, потому что реальные оппозиционеры, я думаю, уже давно мертвы, как минимум. Есть мнение, что среди российского руководства в то время были люди, которым казалось, что они могут как-то договориться с Навальным или использовать его в своих целях. Внутри российской власти было достаточно людей, которые хотели иметь страховку от Путина. И с этой точки зрения они готовы были поддерживать сохранение Навального в политическом поле для того, чтобы иметь некую потенциальную хотя бы альтернативу и с одной стороны пугать ей Путина и периодически, а с другой стороны, если вдруг резко изменится политическая ситуация в стране, возникнет такое-то народное движение, они имели бы человека, с которым они, как они считают, в состоянии договориться, если потребуется, человека, которого они, как им казалось, понимали и с которым они умели разговаривать и который, главное, умел разговаривать с ними, потому что Навальный, в принципе, был достаточно системной политикой, мог говорить со всеми. Но ничего не мешало власти продолжать фабриковать против Навального уголовные дела. Еще одним громким и абсурдным процессом стало дело Ифраше, которое возбудили еще до окончания суда по Киров-Лесу. Пожалуй, главная подлость в деле Ифраше заключалась в том, что его возбудили и против брата Алексея, Олега Навального. Обвинения как будто скопировались с Киров-Леса. СК утверждал, что братья Навальный обманом навязали российскому подразделению Ифраше свою компанию-посредника для логистики, а Навальный их выводили на счета бизнеса своих родителей. Никаких доказательств серых схем не было, и даже во время суда большинство работников Ифраше говорили, что компания не понесла никакого ущерба. Тем не менее, суд приговорил Алексея к 3,5 годам условно, а его брата к такому же сроку, только реальному, в колонии. Когда брата посадили, когда он стал, значит, фактически заложником, когда ударили по Алексею, совсем подло, ну, то есть, ты себя считаешь виноватым, а сделали как бы Алексея виноватым в том, что посадили брата. Не сам отвечаешь, а твои родственники вынуждены отвечать. Это вот самая подлая такая, такая месть со стороны властей. Конечно, это все тоже не могло не откликнуться в сердцах сторонников Алексея. Несмотря на обвинительные приговоры и постоянное преследование Навального, казалось, что он всегда выходит победителем. Он бесконечно троллил судей, указывал на абсурдность их работы, делал из них полных дураков и превращал унылые судебные процессы в настоящее шоу, за которым с интересом следили многие. Известная книжка «Убить дракона». Всех учили плохому, но почему же ты, скотина, оказался первым учеником? Это не обращено конкретно к суду. Это обращено просто к огромному количеству людей, смотрящих в стол, которые либо просто вынуждены делать какую-то подлость, либо даже чаще всего, когда их никто не заставляет делать эту подлость и даже не просят. Они просто смотрят в стол и они отворачиваются, они пытаются игнорировать все происходящее. И наша битва за людей, смотрящих в стол, чтобы объяснить вам еще раз, чтобы вы не смотрели, а сами себе признались, что все, к сожалению, в нашей прекрасной стране вся власть, все, что происходит, основано на бесконечном вранье. С еще большим интересом все следили за расследованиями ФБК Навального, которые всегда начинались с его фирменного приветствия. Есть наши некоторые коллеги, которые очень здорово пишут, делают шикарные расследования и все такое, но там черт ногу сломит и никто не продерется. Вот так, как они представлены, иногда сердце кровью обливается. Вот. И думаешь, как же вообще это донести-то до публики? Даже мы с нашим опытом и совсем иным не можем. Иные, наоборот, здорово очень рассказывают, но расследование так себе, если копнуть чуть поглубже. Вот у Алексея в этом смысле сочетались две успешные вещи. Успешные расследования, действительно хорошие расследования, которые делал не только он, разумеется, а вся команда ФБК. И чем дальше, тем командная история была все больше. И его вот эти замечательные презентерские таланты. В 2015 году на ютуб-канале ФБК вышел большой фильм расследования о семье тогдашнего генпрокурора России Юрия Чайки. В нем говорилось о том, как Чайка отмывает деньги и что его связывает с бандой Цапков. Это одна из самых жестоких банд 90-х начала нулевых. Сегодня у этого фильма больше 36 миллионов просмотров в ютубе. В расследовании ФБК говорилось, что сын генпрокурора Артем Чайка сотрудничает со знакомой банды Цапков, которые жестоко убили и сожгли 12 человек в станице Кущевская. ФБК утверждали, что у Артема Чайки есть дом в Швейцарии стоимостью около 3 миллионов долларов, вилла и шикарный отель Pomegranate в Греции, в ремонт которого инвесторы вложили от 25 до 29 миллионов евро. По мнению некоторых журналистов, фильм стал поводом для принятия законопроекта о запрете детям и женам чиновников иметь свой бизнес. Еще более громкое расследование вышло в марте 2017 года. Это был фильм про тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. Он вам не Димон. Эту фразу взяли у пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой. Она тогда пожаловалась, что в соцсетях премьера оставляют оскорбительные комментарии и называют Медведева Димоном. Ну, действительно, как так можно? Например, расстраивает меня. Я не понимаю людей, которые там условно в фейсбуке пишут, не, ну ты Димон, молодец, зажег. Честно. То есть он вам не Димон. В расследовании ФБК рассказал о дворцах, яхтах и виноградниках Медведева. Команда Навального посчитала, что все это стоит 70 миллиардов рублей. Ну, наверное, больше всего это расследование запомнилось домиком для уточки, который ФБК обнаружил на территории резиденции Медведева. Это вообще такой фирменный стиль расследований Навального, потому что Навальный, он придумал брать серьезную тему, ну, может, до него кто-то же кто это делал, но вот именно такой массовый популярный уровень, по-моему, вывел все-таки Навальный. Навальный брал какую-то тему у какого-нибудь чиновника и активно ее подсвечивал, как-то гипертрофируя, например, вот Медведев — это домик для уточки, да? Ну, казалось бы, слушайте, домик на уточке есть, наверное, у многих обычно даже садоводов, у кого есть прут, они там уточком строят дом. Но здесь вот он сделал домик для уточки как символ коррупции Медведева. А у Якунина, помните, было шубохранилище и так далее. То есть у каждого чиновника что-то было, мы еще с вами поговорим про аквадискотету, понимаете, да? Это тоже был такой фирменный почерк Навального и его команды, когда они делали расследование. Они обязательно высмеивали жертву своих расследований, обращая внимание на какую-нибудь деталь, и выводя эту деталь на первый план. Появился в тех краях такой веселый парень по имени Дмитрий Медведев. Он дружит с животными, и он любит уток, поэтому без проблем построил домик из вот нашей российской утки. А заодно, раз уж для утки построил, вокруг него сделал всякие мелкие пристройки для себя. Например, усадьбу на несколько тысяч квадратных метров, дом с бассейном, горнолыжный спуск, несколько гостевых домов, вертолетные площадки, причал, ну и всякую другую мелочь. И тогда, конечно же, когда мы говорим про расследование про Медведева, резиновая уточка стала символом протестов, которые начались по всей России после выхода этого расследования. 26 марта 2017 года команда Навального организовала митинги в 99 городах России, которые прошли под лозунгом «Он вам не Димон». Это был год, когда Алексей Навальный начал активно вести свою президентскую кампанию перед выборами 2018 года. Её слоганом стала знаменитая фраза «Прекрасная Россия будущего». Но именно Навальный придумал вот сфокусироваться на всероссийском масштабе этих протестов. И под это и одновременно с этим выстраивалась вот вся эта его инфраструктура с штабами, с десятками и сотнями активистов в городах во всей стране, с дальше уже какими-то местными антикоррупционными расследованиями тоже. И это была сложнейшая система. Моя предвыборная программа от людей. Я провёл больше митингов, встреч с избирателями и просто бесед, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Люди рассказывают о своих проблемах, я советуюсь с экспертами и предлагаю решения. Мы планируем повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, снизить ставки ипотечного кредитования до 2%, увеличить и сделать адресными социальные пособия недееспособным и нуждающимся, оказавшимся в трудном положении, учредить специальную независимую структуру по борьбе с коррупцией, не входящую в систему правоохранительных органов, сделать прозрачным бюджет, сократив скрытые от общества статьи расходов, перераспределить налоговые поступления и бюджетные полномочия от центра к регионам и, главным образом, муниципалитетам. Политик Алексей Навальный. Практически все тогда понимали, что эта затея обречена на провал. Путин не собирался допускать ошибки 2013 года, когда Навальному позволили принять участие в мэрских выборах. Тем не менее, команда Навального открыла десятки штабов по всей России, и почти в каждом из них Навальный успел сам побывать. В то же время ФБК расширил сетку своих YouTube-каналов, у них появились политические шоу, велись прямые трансляции со всероссийских митингов. Мало кто мог понять, зачем Навальный вкладывает столько сил в избирательную кампанию, когда шанс дойти до выборов был ничтожным. Тут надо сказать, что после дела Киров-Леса в России приняли закон, который запрещает участие в выборах кандидатам с судимостью. Но к 2017 году ЕСПЧ признал незаконным дела Киров-Леса и Фраше. А в то время Россия еще должна была выполнять решения международных органов. На это как раз Навальный и надеялся. Политическая конструкция, которая была основой президентской кампании Навального, была в том, что если Алексей станет достаточно заметным кандидатом, таким, что легитимность выборов, легитимность переизбрания Путина будет зависеть от того, будет ли имя Навального в бюллетене, то, может быть, под угрозой каких-то протестов или, опять же, нелегитимности, власти будут вынуждены этот свой придуманный запрет в каком-то виде отменить. Сказать цикл, его не применять. Или, не знаю, отменить приговор в Верховном суде. Или, опять же, сослаться на решение ЕСПЧ. В общем, Навальный цеплялся до последнего за любую возможность и устроил яркое событие из выборов 2018 года. Это было похоже на сериал, который смотрели и фанаты, и хейтеры. Спасибо большое, что не побоялись. Сколько можно бояться? Я не боюсь, а вы. Отлично, я рад, что участвую в избирательной кампании, где люди не боятся. Меня грозили сажать и сажали. Я половину этой избирательной кампании спецприемники просидел. Но лучше я спецприемники посижу, но буду знать, что я не отказываюсь от своего слова говорить правду. Во время этой кампании Навальному плеснули в лицо зеленкой, но, несмотря на ожог глаза, он вышел в эфир. И, наверное, вы уже обратили внимание, что сегодня все как-то немножко необычно, и правда, действительно, у меня нет галстука. У многих сторонников Навального создавалось ощущение, что его просто невозможно остановить. Но 25 декабря 2017 года эта эйфория начала исчезать. ЦИК ожидаемо отказал Навальному в регистрации на выборах президента. Как и предполагалось, причиной отказа стала судимость Навального. Постановление Конституционного суда от 10 октября 2013 года однозначно ограничивает пассивные избирательные права осужденных по тяжким статьям. Им запрещено участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Член ЦИК Борис Эбзеев. Не люблю Центральную избирательную комиссию. Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться. Как же, ребята, сделать так, чтобы больше людей пришло на выборы? У каждого человека, который здесь в составе ЦИКа, есть серьезная биография. И он не раз, извините, смотрел очень тяжелым обстоятельствам лицо. И если он делает свой выбор, то это на основе своих принципов и убеждений. Огромное количество людей не пойдет на эти выборы. Будет активно бойкотировать эти выборы. В компетенции ЦИКа снимать или вообще решать вопросы, связанные с вашими судимости. Это какое отношение имеет к ЦИКу? Я юридически, я в суде доказал, понимаете? Я пошел в суд и в суде доказал, что это дело было сфабриковано. После решения ЦИК Аномальный призвал к бойкоту президентских выборов. За это его раскритиковала большая часть российской оппозиции. Бойкотировать значит пропустить ход. А участие в выборах – это возможность накопить ресурсы для будущих компаний. Это использование политического момента, чтобы показать людям альтернативу нынешней политике. Альтернативу скатыванию в яму. Политик Дмитрий Гудков. Бойкот эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу. В 2018-м обычный бойкот скорее будет служить самооправданию для бездействия для обычного обывателя. Ну и, конечно, будет попыткой проехаться на безразличие обывателей для политической силы. Оппозиция раскритиковала призыв Навального к бойкоту выборов 2018 года, потому что у всех людей в оппозиции, у разных людей в оппозиции, есть разные взгляды. И внутри оппозиции всегда были раздоры, гораздо более горячие, чем, собственно, противостояние самой оппозиции и официальной власти. Ну, к сожалению, это как бы родовая черта. И она проявилась, собственно, и в том, что у самого Навального была достаточно категоричная позиция. И, в принципе, его стиль политический – это категоричность. И свою команду он воспитал в таком как бы категорическом стиле, они никогда не терпели альтернативного взгляда. Эта непримиримость с Навального привлекла к нему немало сторонников, но в то же время и не давала оппозиции объединиться вокруг его фигуры. Навальный не был, к сожалению, в этом смысле фигурой, которая могла создавать коалиции с другими лидерами, с одной стороны. С другой стороны, Алексей Навальный выдвигал идеи, которые так или иначе оппозиция поддерживала, но при этом российская оппозиция по определению своему достаточно разобщена была всегда, не готова на компромиссы. Навальный действительно всегда вызывал вокруг себя и своих политических решений много споров. Но в 2020 году их практически не осталось, потому что Навального отравили. Как утверждает политик, это было сделано по команде Кремля. 20 августа, во время перелета из Томска в Москву, Навальному стало плохо. Самолет экстренно посадили в Омске, а Навального без сознания отвезли в городскую больницу. Сторонники политика пытались получить разрешение на то, чтобы вывести Алексея на лечение в Берлин. Ему удалось это сделать только через два дня. 22 августа Навальный оказался в клинике Шерите, где провел ровно месяц. Как позже выяснилось, политика отравили боевым ядом новичок. Триггером для того, чтобы попытаться отравить Навального, стало то, что к нему действительно уже стали, во-первых, серьезно относиться, во-вторых, это 2020 год. Это совершенно другое качество политического режима, который сложился в России. И незадолго до отравления, мы все прекрасно помним, прошел референдум о обнулении сроков Путина и продлении его полномочий фактически до вечного президентства. Это был уже режим, ну, такого полутоталитарного типа. И, собственно, то, что произошло потом в 22-м году, я имею в виду начало спецоперации, имелось, собственно, свои корни именно в 20-м году. То есть этот режим был готов уже ко всему, к убийствам своих оппонентов и к тому, чтобы начинать такого рода действия, как спецоперации. Уже в декабре 2020 года Навальный выпустил расследование о своем отравлении. Он буквально позвонил своим отравителям и спросил, куда они наносили яд. В телефонном разговоре человек, которого назвали сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, признался, что участвовал в отравлении политика. И снова казалось, что Навальный всех обыграл и выставил власть с ее ФСБшниками полными дураками. А у нас появился еще один мем от Навального про гульфик трусов. Кудрявцев в разговоре с Навальным рассказал, что именно туда он наносил новичок. Где могла быть максимальная концентрация? На трусах. Ну вот, представляете себе трусы, да? И вот трусы, и в каком месте? Как бы есть самая... В паховой части трусов. Ну, гульфик, так называемый. Около четырех месяцев Навальный проходил реабилитацию в Германии. А потом принял решение, которое стало шоком для многих. Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. Но я думаю, что он тогда не мог предполагать, что Владимир Путин уже принял решение, скорее всего, о начале агрессии против Украины. И, соответственно, политика в России будет строиться совсем на других принципах, нежели Алексей Навальный до этого представлял. Он не собирался делать такой подарок Путину, как не вернуться на родину. Журналист Евгения Альбац. Сам Навальный не раз говорил, что эмигрировать для него значит сдаться. Я считаю, что эмиграция – это капитуляция. Нужно быть бойцами. Мы несем ответственность за тех, кто не может уехать. Мы должны не бросить все, а сделать так, чтобы все остальные жили нормально. Это наша обязанность. Политик Алексей Навальный. Оппозиция – это те, кто вступает в непосредственное соприкосновение с действующей властью и противостоит этой власти. Это невозможно делать дистанционно. Это невозможно делать заочно. Мы должны быть на одной земле с нашим народом. Это принципиальная задача для оппозиционного политика. Идти той же дорогой, которой идет народ. Если ты идешь по другой дорожке или тропинке, у тебя просто свой путь. Ты можешь быть известным, ты можешь быть влиятельным, ты можешь быть ярким. Тебя тоже могут слушать много людей. И, кстати говоря, даже больше, чем, допустим, услышат меня. Но при этом, если ты хочешь спасти народ, то ты будешь его спасать там, где он живет. Практически все понимали, что ничего хорошего Навального в России не ждет. И с ужасом ждали его возвращения. Но Навальный даже из такого нерадостного события сделал целое представление. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Рейс победы, которым Навальный возвращался домой, был заполнен журналистами. Вы же понимаете, что мы не полетим. А потом все скажут, что Навальный не вернулся из-за того, что журналисты не дали ему сесть на его место. Думаю, что когда Навальный возвращался в Россию, он прежде всего руководствовался, как мне кажется, своим каким-то моральным императивом. Он главный политик России. И деваться от этого некуда. Плохо вы к нему относитесь, хорошо, нейтрально. Так оно было. И он должен быть внутри России. Он видел судьбу Ходорковского, который оставался и остается влиятельным политиком. Но полагал, очевидно, что что-то можно сделать изнутри. При всей его рациональности, вероятно, он понимал, на что он идет. Но где-то надеялся в глубине души на то, что вдруг ареста не произойдет. Вдруг он войдет снова в политику внутрироссийскую. Но, как мы видим, режим к этому времени уже был в высокой степени прямолинейным, чтобы прямолинейно ответить Навальному. Самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково. В день его возвращения людей в аэропорт пускали только по билетам, а возле здания дежурили автозаки. Многие приехали встречать Навального, но полиция разгоняла собравшихся. В тот день во Внуково задержали 55 человек. А потом рейс с Навальным и вовсе развернули в Шереметьево. Там задержали еще троих. Это было возвращение лидера. Конечно, это было возвращение лидера той части страны, которая хотела нормальную жизнь. Но в то же самое время, конечно, те же самые люди задавали себе почти все вопрос, зачем он это делает, если есть колоссальный риск ареста и расправы, такой фундаментальной расправы, что в результате, собственно, и случилось. Шереметьево и Навального задержали сразу же. И, собственно, это был последний раз, когда мы видели его на свободе. Спустя два дня ФБК опубликовало расследование о дворце Владимира Путина в Геленджике. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его, только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся. И что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. Я думаю, что ход Навального совместить возвращение с расследованием ну, скажем так, путинской коррупции в целом, это был такой, как бы, пиар-жест. Потому что, ну, безусловно, Навальный, помимо того, что он был настоящим политиком, он был настоящим политтехнологом. То, как он строил свою карьеру, какую он построил даже небольшую, как бы, медиа-империю, как он делал эти расследования, как он сам вел себя в качестве ведущего своих эфиров. Это потрясающее достижение. Это потрясающий талант в этом смысле. А само расследование посмотрело, согласно данным Левадо-центра, тогда четверть населения страны. Вслед за арестом Навального и его громким расследованием в стране снова начались протесты. Акции прошли в 122 городах России. Журналисты сообщали, что только в центре Москвы собралось не меньше 40 тысяч протестующих. Для сравнения, в 2017 году, после «Он вам не Димон», в столице вышло не более 30 тысяч человек, как заявляла пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Правозащитники говорили и о рекордном числе задержанных на акциях в поддержку Алексея. По всей стране задержанных набралось около трех тысяч. Я думаю, что за арестом Навального многочисленные митинги последовали по той простой причине, что Навальный воспринимался и, собственно, до сих пор воспринимается как единственная персональная альтернатива Путину. Как человек, который создал свой собственный нарратив о России, о том, что Россия может быть другой, и в условиях полной безальтернативности и отсутствии картины будущего, даже у самого Путина, Навальный был единственным человеком, который говорил о будущем. И, естественно, у населения, у значительной его части, даже у тех, кто не поддерживал публично Навального, возникало ощущение, что у них украли будущее в этот момент ровно такое же ощущение возникло и сейчас, когда Алексей Навальный погиб. Уже в феврале Навальному заменили условный срок по делу Ефраше на реальный. Потом ему добавили 9 лет якобы за мошенничество и неуважение к суду. А в августе 23-го Мосгорсуд приговорил Навального еще к 19 годам в колонии особого режима, обвинив в создании экстремистского сообщества. Оптимисты говорили тогда, что Навальный не отсидит весь срок, потому что Путин уйдет раньше. Ведь только 16 февраля миллионы людей впервые задумались о том, что политзаключенные сидят не до конца власти Путина, а до конца своей жизни. Что их сроки для многих являются пожизненными. Вот эти оптимистичные высказывания «Леша, держись», «Володя, держись», «Илья, держись», «Власть диктатора падет» и дальше все по Пушкину. Темницы рухнут и свобода вас встретит радостно у входа и брачья меч вам отдадут. А вот так не будет. Понимаете? Рушится на наших глазах идеальный мир, где добро всегда побеждает зло. Сам же Навальный оптимизма точно никогда не терял, даже несмотря на то, что из трех лет в колонии почти год он провел в штрафном изоляторе. Через адвокатов он передавал нам бодрые послания, а свои судебные заседания сделал трибуны для выступлений. Даже перед смертью он продолжал подшучивать над судьями. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального судья подогревали мою лицевую счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашему решению они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. В октябре 2021 года Навальному присудили премию имени Сахарова, а в 22-м он стал номинантом на Нобелевскую премию мира. Есть мнение, что даже за решеткой Навальной все равно оставался угрозой для Владимира Путина. Но при этом всегда оставалось ощущение, что есть некий моральный авторитет. Есть некая константа, политика моральная, которая никуда не делась. За его судьбой следили, за тем, куда его переводят, или как он попадает в ШИЗО тоже. Очень внимательно следили те люди, которым сама страна была небезразлична. И он по-прежнему воплощал в себе самую главную альтернативу Путина. Тем более человек, находящийся внутри страны. Он открыл вот эту серию посадок значимых оппозиционеров. Он, собственно, по-прежнему оставался очень большим авторитетом. Поэтому к нему относились по-прежнему серьезно. И поэтому вот эта неостывшая месть, она в результате, наверное, сработала. Конечно, о Навальном в СМИ писали не так часто, как раньше. И его роль как политика была все меньше. Но вместе с тем в тюрьме Навальный был символом смелости и надежды на лучшее будущее в России. Должно быть в каждом обществе какое-то количество таких людей, которые так верили в эту страну, так верили в это общество, что это для них было важнее, чем они сами. Этих людей всегда очень мало, исчезающе мало. И есть страны, которые за такими людьми пошли. Не знаю, за Ганди, за Робертом Кеннеди, за Нельсоном Моделлой, ну и так далее. Ну, понятно, мы все знаем этот список. Алексей Навальный мог бы быть, может быть, будет таким мифом, таким символом в нашей стране. После смерти Навального возник вопрос, что теперь будет с его делом и с российской оппозицией в целом. Ответ на первый вопрос дала жена Алексея Навального Юлия. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина. И она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас стать рядом со мной. За годы своей политической карьеры Алексей Навальный прошел длинный путь от рядового активиста партии Яблоко до лидера всей несистемной российской оппозиции. Его фигура часто вызывала споры. Его упрекали и в авторитаризме, и в нежелании договариваться с другими оппозиционерами. При этом были и те, кто считал, что только Навальный способен победить Путина и сделать из России другую страну с честными выборами и без коррупции. Но только в Кремле изо всех сил старались сделать вид, что никакого политика Навального в России не существует. И способность Владимира Путина назвать Навального по имени стала таким мемом, что его недавно на концерте вспомнил даже солист группы U2 Бона. АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращение Навального в Россию в январе 2021 года положило конец большинству споров. Даже те, кто мог с ним не соглашаться, признали, что на такое способен только самый отважный человек. В заключении Навальный стал живым символом свободы и надежды на перемены. Он им, наверное, и останется, потому что символ, в отличие от человека, убить нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова